Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 57. Это и другая лекция. Записываются порталом экзегет и размещаются на сайте монастыри.ру, сайт Срединского монастыря, а также на сайте экзегет.ру. Некоторые следователи считают, что 57-й Псалом – это национальный плач, осуждающий несправедливость правителей по отношению к невинным людям. Являются ли эти правители иностранными угнетателями или коррумпированными национальными лидерами? В этом нет единомыслия у толкователей. Автор Псалма призывает Бога решительно и сурово пресечь нечестие на высших руководящих постах. Псалом начинается упреком, обращенным к злым судьям. Затем следует описание их ядовитой природы, составляющая как бы приговор, их виновность. Псаломопевец призывает Бога совершить возмездие по отношению к ним. И в заключении ссылается на радость, которая восторжествует среди праведников, когда они увидят Божие отмщение. Таково краткое содержание данного Псалма. А сейчас мы стих за стихом рассмотрим его более подробно. Итак, стихи 2 и 3. Весь Псалом посвящен разбирательству дела о неких судьях. Однако какая именно категория людей является предметом обвинения, сказать трудно. Исходный древнееврейский текст, в котором вместо синодального «судьи» стоит слово «элем» – молчание, немота, истукан – ставит перед современными экзегетами множество вопросов. Близость понятий «элем» – «идол» и «элохим» – Бог, в том числе языческий, дает почву для размышлений о том, что Псалом начинается с обращения к неким подчиненным богам, которым Господь поручил руководство над еврейским народом. Например, в 81-м Псалме есть схожее выражение. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. В таком случае надо допустить, что некие боги не поддержали в обществе справедливость, и поэтому их подданные или даже их поклонники стали коррумпированными и злыми. Чтобы прийти к такому умозаключению, требуется допустить вероятность орфографической ошибки переписчика, который написал слово «элем» вместо «эль» или «элохим». Похоже, выражение «бне-элим» в 28-м Псалме было переведено на русский язык как «сыны Божии». Однако, если признать, что никакой ошибки составителям Псалма или его последующими переписчиками не допускалось, значит, 57-й Псалом говорит не о богах, а о злых людях, которые молчат, как истуканы, когда надобно говорить правду. Данный Псалом не описывает никаких небесных воинств или небесных явлений. Псалма-певец не обращается к самим богам ни в прямом, ни в переносном смысле. Термин «элем» появляется также в заголовке 55-го Псалма, где, в частности, он переводится как «безмолвие». Помните, о голубице «безмолвствующий» в надписании. Встречаем мы там же слово «безмолвствующая». В таком случае начало 57-го Псалма можно перевести следующим образом. «Действительно ли вы молчанием говорите правду и справедливо судите, сыны человеческие?» Из такого перевода следуют следующие выводы. «Сыны человеческие настолько небрежны и безразличны, что не поднимают голоса против зла. Они терпят зло, своим бездействием потворствуют его распространению и даже, возможно, сотрудничают с преступниками. Таким образом, они осуждаются за молчание и бездействие по отношению к злу». Первые стихи Псалма адресованы какой-то совершенно определенной группе высокопоставленных чиновников, а не неопределенному человечеству и его потомкам. Следовательно, «сыны человеческие» — это саркастическое обращение к могущественным министрам и олигархам, которые превозносят себя над остальными людьми. В Псалме они обозначены как «немые», а в Евангелии они получают характеристику «слепые вожди слепых». Риторический вопрос. «Справедливо ли вы судите, сыны человеческие?» Это обвинительный акт, который находит продолжение в следующих словах. «Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле». Обвиняемые люди призваны отстаивать, взвешивать справедливость на земле, а вместо этого они меряют насилие, которое замыслили в сердце. Стихи 4-6. Стихи 4-6 изображают развращенность как лидеров, так и их пособников в коррупции, которую часто осуждали пророки Ветхого Завета. «Я знаю, как многочисленные преступления ваши», возвещает пророк Амос. «Вы берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Когда среди лидеров нации царит разложение, искривленные понятия справедливости, как некий принцип общественных отношений, просачивается в народной массе, наследуется из поколения в поколение. В стихе 4-м псалмопевец описывает класс людей, которые из детства неисправимо злы. Нечестивые с самого рождения сбиваются с пути. Новорожденные дети обычно не лгут. Здесь же нечестивцы от утробы матери лживы и своенравны. При этом не говорится о порочности всего человечества. Речь идет об определенной группе людей. Которую псалмопевец называет испорченной. Если бы он и сам был частью испорченного общества, то вряд ли обращался бы к Богу за восстановлением справедливости. В псалме используются очень сильные образы ядовитых змей. Гадюки, гадюки, кобры, у которых на языке боли смерть. Псалмопевец показывает, что лжесвидетельства, клевета, ложные приговоры невиновным, подобно ядовитому змею, подобно яду змеи. Они игнорируют любой голос разума или совести, как глухая змея, которая не прислушивается к шепоту заклинателя. И поэтому они продолжают распространять свой смертоносный яд без всякого самоконтроля или внешнего удерживающего фактора. Седьмой, десятый стихи. В отличие от пассивной части общества, псалмопевец не может молчать. Он обращается к Богу с петицией. Суть его просьбы – устранить угрозу, вырвать клыки у ядовитой рептилии. Образ небольшого, присмокающегося гада сменяется образом свирепого льва. Но суть просьбы остается той же – остановить негодяев, дать им по зубам. В утверждениях типа «Да исчезнут, как вода протекающая, им подобных» с этого побуждения «Да будет, да будет, да будет им то-то и то-то». Некоторые толкователи видят попытку наложить заклятие на врага. Распускающаяся улитка – такой синодальный перевод – это образ травы, бутона травы. Который не может распуститься, засыхает, не имея достаточного количества влаги. Протекающая вода – это образ скоротечности жизни. Надлобленные стрелы – разрушенные планы на жизнь, которые уже невозможно исправить. «Заклятие» подразумевает некий магический акт, когда через произнесение определенных слов семикратных проклятий, а здесь мы примерно столько и встретим, семь раз эти «да будет», «да исчезнут» и так далее, приводятся в движение потусторонние силы, которые останавливают, наводят порчу на других людей. Но такую точку зрения мне хотелось бы признать неверной. Псамопевец не произносит заклинаний и не полагается на магию. Да, он не видит вокруг себя никакой альтернативной политической силы, способной обуздать злую энергию злых людей, от которых страдают невинные сограждане. Но он все выносит на божественный суд, полагаясь на Божию справедливость. Аналогичным образом мыслил апостол Павел, написавший следующие слова. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Святой апостол Павел, по-видимому, в свою очередь ссылается на второзаконие. «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них», говорит Господь. Стихи 11-12. «Когда Бог совершит правосудие, радость придет для пострадавших от несправедливости и насилия. Некоторые могут возразить, что слова псалмопевца «возрадуется праведник, когда увидит отмщение, а моет стопы свои в крови нечестивого». Это язык насилия. Для тех, кто проникнут духом учения Евангелия, слово «месть» имеет неприятный привкус. Спаситель учил «не протився злому, на кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Однако, автор псалма знает, что зло не исчезнет само по себе, что силы зла, действующие в мире, сильнее, чем способность людей им противовостоять. Размышляя о том, какова задача правоохранительных органов, апостол Павел писал следующее. «Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злою». Дай Бог, чтобы наши милиционеры почаще читали эти слова. Однако этот закон самосохранения общества, видимо, не работал во времена составления 57-го псалма. Слова псалма потому суровы, что зло, свидетелем которого является автор, уже вне человеческого контроля. И поэтому он умоляет Бога осуществить соответствующий суд. В конце концов, праведники возрадуются не тому, что будут уходить с кровавого поля битвы, как победители, а тому, что справедливость будет восстановлена. Виновные в жестокости станут бессильными и неспособными на дальнейший вред. Добро победит зло. Последний стих псалма подводит итог. Терпение праведников будет вознаграждено. Бог по-прежнему является судьей всей земли. Выводы. Свидетель Афанасий Великий видел в данном псалме множество прообразов, клеветы, страданий и даже тернового венца, пострадавшего на Голгофе Спасителя. Змей, затыкающий уши в его толковании. Это не только образ иудеев, которые, по слову пророка Исаия, отягчили слух свой, чтобы не слышать словес Господних. Змейный яд – это вкратчивые слова, которые улавливают любую невинную душу, как змей уловил Адама и Ева в раю. Змейный яд лжи, как его носители, действует и в наши дни в мире, если люди позволяют себе, чтобы у них на сердце росли терния греха, коренной источник зла, против которого направлена наша брань – это духи злобы поднебесной. Поэтому по-настоящему праведники по святителю Афанасию возрадуются только тогда, когда из среды людей будут изъяты злобные демоны. О вопросе непротивления злу силою в свое время очень удачно, на мой взгляд, писал религиозный философ и политический деятель Иван Ильин. Он спорил с толстовцами в отношении ключевой фразы, о которой мы говорили в контексте данного псалма. О непротивлении злу силой. Не протився злому, говорил Иисус Христос. Ну вот как размышлял Иван Ильин. Он говорил так. Если ты проходишь мимо злодея, то своим безучастием ты потворствуешь его деяниям, потому что ты его не останавливаешь. Но только тогда можно сказать, что ты действительно беспокоишься о ближнем, когда ты защищаешь ближнего от злодея. Поэтому в современных юридических документах в административном, криминальном кодексе и даже в правилах дорожного движения наказанию подвергается ответственное лицо, которое в силу своих действий или бездействий привело к тем или иным ущербам, потерям и так далее. Итак, бездействие по Ивану Ильину это зло, вот как те самые немые люди, которые, возможно, внешне сказали бы мы с точки закона чисты. Мы все делали, как полагается. Но только проблема-то остается и до наших дней. Вот сидит армия чиновников в министерских кабинетах, и каждый из них говорит, что вот такая-то проблема не моя. Но я же за это не отвечаю. У меня есть строго оговоренные законом списки моих должностных обязанностей. И более того, вот разрушается храм на Русском Севере деревянным, а чиновник говорит, я же его охраняю. Я вот смотрю, чтобы его реставраторы, которые, допустим, волонтеры едут из Средицкого мастыря, не дай бог не разрушили. Вот я его, этот памятник архитектуры, от вас, от ваших действий охраняю. Я табличку прибил. А когда кто-то из волонтеров говорит, а почему же вы его не восстанавливаете? А чиновник говорит, а у меня процедура. Все очень просто. Вы пишете заявление, что вы не безразличны к этому памятнику, что вы хотите его восстановить. И берете на себя обязательство тут же, что вы составите проект, согласуете, у меня же проект, а услуги у меня платные. Потом наймете лицензируемую организацию, и эта лицензируемая организация по этому проекту будет памятник восстанавливать, а я приду и проверю, что действительно вы делаете все как по закону. И сколько не стучишься в подобный кабинет и говоришь, ну слушай, дорогой, но ты же родился на этой земле. У тебя мама живет в деревне, где разрушается подобный храм. Но возьми, найди предпринимателя, напиши заявку на грант, собери деньги, восстанови храм в своей собственной деревне. И тут это чиновник говорит, стоп, батюшка, а по списку моих должностных обязанностей я это не должен делать. Более того, я лицо гражданское, я вообще не должен проявлять инициативы. Это граждане должны ко мне идти со своей инициативой. А я ли все только пишу бумаги, письма там, переписку веду, статистику собираю, отчитываюсь. А то, что у меня служебный автомобиль, четыре секретарши, оплачиваем путевку, так это же я на работе нахожусь. Я, конечно, никого не критикую, но здесь поставлю три точки. Итак, если вам интересно, еще раз пройдем по этим характерным образом. Они такие, яркие образы. Итак, начнем с восьмого стиха, да, там хотя бы несколько этих образов. Так, да исчезнут, как вода протекающая. Вот жизнь, скоро текущая, она напоминает воду. Она сквозь пальцы, эта вода проходит, так и время. Мы не можем удержать в своих руках. Когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломленные. Стрелы были деревянные. Специально находили веточки деревьев, их оттачивали. Если стрела переломилась, ее уже, ну, никак не восстановишь. Это как соль, которая потеряла силу. Поскольку стрела не железная, невозможно было не спаять ничего. Более того, стрелы, в отличие от пуль, были трофеем. То есть, после поля боя воины ходили, собирали стрелы. Ну, вытаскивали из трупов убитых людей. Если была пущена стрела в животного, то, естественно, стрелу эту доставали. Потому что стрелы были дорогие. Не только потому, что там был железный наконечник, а потому что в целом, дерево было дорогое, тем более крепкое дерево. Итак, сломленная стрела, все, это, считайте, вас лишили оружия. Распускающаяся улитка, я уже сказал. И вот дальше идет очень страшный образ и тяжелый. Да не видит солнца, как выкидыш женщины. Ну, тут я уже не буду комментировать, потому что мне кажется и так понятно, что это, так сказать, пожелание значит. «И прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терм, и свежий, обгоревший, разнесет вихрь». Представьте себе котел, который греет воду, а вода эта согревается путем сжигания дров. И вот вы только насобирали этих дровишек, и они сформировали угли. Подул сильный ветер, все эти ваши угли разметал, и все, суп не состоялся. Итак, речь идет о том, что человек не может приготовить еду, потому что только-только он все соберет, только все сделает, сразу все разлетится. Вот эти повторяющиеся в трех стихах «да, да, да», а некоторые исследователи говорят, что здесь семь, ну, если тут мы посмотрим по всему тексту псалма, всем этих предупреждений, это и есть то, что некоторым исследователям мыслится, как некое проклятие, «да будет тебе то-то, то-то», «да будет тебе то-то, то-то». Кстати, действительно, в древних священнических формулах, формулах священников второго храма, то есть еще до христианских, худейских священников, были такие формулы благословения, «да, будет тебе то-то, то-то, то-то». И вот очень яркий текст подобных очень древних священнических благословений перетек в наш теперешний чин причащения больного на дому. И там священник, обращаясь к больному человеку, говорит многократно вот это вот «да», «да продлятся твои дни», «даст тебе Господь здоровье» и так далее, и так далее. Вот это пожелание «да будет, да будет, да будет» является с одной стороны благословением, если это благое пожелание. При этом обратите внимание, что в этом благом пожелании может даже отсутствовать слово «Бог», то есть это не молитва, а именно такое императивное пожелание «да продлятся твои дни», «да будешь ты долголетен на земле», «да будет тебе благо», вот такое благословение. А с другой стороны подобный же императив может быть проклятием, да чтоб ты там вот в фильмах Александра Довженко вы там сможете встретить характерный образ крестьянки, которая проклинает все и все со словами да, да, отсохнут у тебя, да, да, присохнет тебе и все такое. Вот. Страшная сила проклятия. Помните, да, выражение, по-моему, из книги «Премудрости» Иисуса Сирахова, что благословение отца утверждает дома, а клятва матери разрушает до основания. В параллеле русская поговорка «слово не воробей вылететь не поймаешь». Но слово «не воробей вылететь не поймаешь» такая просто присказка, а слова из «Премудрости» Соломонова — это нечто серьезное. Поэтому мы не разбрасываемся словами. Это не магия, не заклятие, это не наведение порчи и сглаза. Это вопрос корректности наших благопожеланий друг к другу. Корректности с точки зрения того, что само слово, слово, оно сакральное. В каком смысле? Потому что слово — это действие. Не потому, что мы с помощью слова предметы на столе переставляем или, там, не знаю, дома строим, а потому, что у Бога слово и дело единое. Словом сотворены небеса, море все же в них, и слово стало плотью. То есть все-таки слово — это некий инструмент, которым мы лечим или убиваем. Поэтому мы стараемся не только имя Божие в суе не произносить, но быть аккуратными в наших словах, потому что от слов своих оправдившися, от слов своих осудившися. Ну, известная прописная истина. Продолжение следует...